О боже, я поправилась! Вау, клёво! Это вообще некомфортно, какая-то любовь проходит. Привет, мои хорошие! С вами Селена Свеи. Сегодня у нас будет видео о моих последних покупочках. На самом деле, покупки очень классные. Я обошла все магазины в нашем Ростове. И обошла их не по одному разу, а по несколько. Каждый магазин. Сначала искала себе кроссовки, потом я искала себе костюм под них, потом я искала верхнюю одежду, потом я искала шапку. То есть, ну, это все было в разные дни, там мне в голову приходило что-то, да, и что я это хочу. И снова я по тем же самым магазинам проходилась. Давайте первое начнем с моей прям находки-находки, потому что это цена-качество. Я надеюсь, что качество хорошее будет. Я почитала отзывы и поспрашивала, в общем, кто знает, и вы тоже напишите мне. Это костюмы Зарина. Вообще, я искала такие костюмы, они вышли мне, смотрите, я купила их два. Костюмы эти вышли по 4000 рублей, внимание. Кофточки по 1999 и верх по 1999. Ну, вот, смотрите, цвета, они почти похожи, только один в холодном цвете, а другой в более теплом. Как раз-таки это под серый мой тренч я брала, под что-то черное там, да, ну, под черное можно все, но вот это больше под бежевое мое пальто, а это скорее под серый тренч. Ну, вот как-то так я взяла. Первое я искала вообще серый, да, но этот цвет мне тоже понравился, бежевый. Значит, в чем здесь плюсы? Во-первых, это ткань. Я искала вот такое, ну, как бы вязаный, да, но чтобы он был мягкий. Я не искала, чтобы он был в обтяжку, я искала, чтобы он был прям... Это все размеры S-очки, посмотрите, как на мне S смотрится, потому что многие пишут мне, что я не размер S. А я там 44-46. Селена, смирись, ты что? На самом деле я не парюсь по поводу веса, ну, как бы, как и любая девушка, да, но не так, чтобы мне сказали, ой, ты поправилась. И я такая, о, боже, я поправилась. Они все говорят, я поправилась. Ну, я продолжаю, как бы, есть, и сегодня вечером Таня должна приехать, беляшки принести, понимаете, и, как бы, до худения я никогда не доберусь, да. Но суть в том, что я действительно ношу размер S, когда поправлюсь, возможно, мне M-ка уже там джинсики, которые не тянутся, не скинет, да, надо брать M-ку. Сейчас у меня размер S, и все прекрасно на мне сидит. Это я говорю для того, чтобы вы понимали, какой я размер беру, и как он сидит, и какой размер у меня. Сопоставляли со своим и понимали, какой размер вам, может быть, нужен, да. Здесь мне нравится, что горлышко, сначала оно меня подсмущало, что оно высокое, но на самом деле оно не давит. Когда холодно, реально хочется прям высоко горло сделать, да, и я уже могу сказать отзыв об этих костюмах, потому что я уже в них ходила. Все покупки практически, я уже в них практически, да, в половине ходила, и поэтому могу точно сказать, как я себя ощущаю. Эти костюмы просто влагодать. И это самая низкая цена, мне кажется, на рынке именно такого костюма, чтобы был вот такой вот верх, чтобы были такие рукавчики, чтобы была очень мягкая ткань. Здесь у нас идет, видите, вот это я задом показываю, здесь немножечко укороченная, здесь удлиненная, по бокам разрезики, свободненько, оно очень красиво смотрится. И такие же идут брючки, классные, то есть я искала тоже брюки, смотрите, брюки идут на завышенной талии, абсолютно не жмет резинка, очень мягко, вот такие кармашки по бокам, и длина очень хорошая для моих долинных ног, да, и тоже здесь идет вот такой манжетик, который очень мягенько, в любой ботиночек, как кроссовочку зауженная идет к низу, очень классно. И ткань, ну просто восхитительная, ну то есть самый ходовой костюм, я уже и один, и второй по несколько раз одела, и это самый кайф, знаете, вот так вот прям спрыгнул в костюм, ни о чем не думай, сверху тренчик или там плащик или пальто, и ты себя прекрасно выглядишь, какая-то обувь классная, ну все, минимум-минимум. Короче, я довольна, сначала хотела купить один костюм, но потом решила, что второй я тоже оставила, ну я два их купила, и потом хотела один поменять, потому что у меня на самом деле бежевых очень много костюмов уже появляется, но потом я просто не смогла его отдать. А, еще огромный плюс, то, что они не мнутся. Я их не храню на вешалке, это я сейчас для вас повесила, чтобы снять видео, но на самом деле они у меня просто сложенные, никаких заломов, серый костюм уже раз пять одевала, никаких отвисших коленок, я не вижу, да. В отличие от, например, вот Фаберлик, ну я еще брюки не носила, но у меня были кюлоты, вот кто помнит, да, тоже бежевый костюмчик, он не такой теплый, как вот эти, вот и Зариновские, да. Он более тонкий, здесь вообще, ну прям вот, даже видите, да, как там стоит воротничок, и как здесь он висит, он прям тоненький, но при этом под шубу зимой или сейчас в погоду осень отлично его носить. И, в общем, у меня есть кюлоты, и в кюлотах, да, там у нас это не очень хорошо, верх вообще отличный, его можно самостоятельно даже носить, мне нравится. Костюм Зарина, кстати, у нас здесь 51% вискоза, а 24% полиэстер, да, но они очень мягкие и классные. А вот этот костюм, у него другой состав, здесь у нас хлопок 94%, 3% шерсти, 3% кашемир, то есть в основном хлопок, но он вот такой тоненький, ну у него дизайн красивый, да, вот такая линия, вот тут вот, красивая, да, он весь такой свободненький, легенький, по нему видно, что он хороший. У меня вот были кюлоты, где отвисают коленки, я вам скажу, да, с первого-второго раза. И я заказала брюки из этой же серии, они уже идут, вот такая не толстая резинка, тоже она на завышенной талии идет, и здесь у нас нет манжетиков таких внизу, здесь, видите, вот так ровненько, да. Дорогие вот эти костюмы, я вам скажу, они там в розницу вообще стоят 6500, по-моему, одни брюки, и также вверх. Со скидкой у меня получилось 4000, то есть 4000 вверх, 4000 кюлоты, 4000 брючки, то есть не дешевая цена, но мне нравится качество, мне нравится цвет, мне нравится фасончик, реально классно сидит, ну зацените сами, да. И девчонки все, кто меня видели в этом костюме, всегда говорят, вау, клево, но ведь в прошлый раз тоже писали, что мне очень идут кюлоты, я с кюлотами померяю и со штанами, и посмотрите еще раз. Вот такой вот у меня костюмчик еще на осень, ссылку на фаберлик я тоже оставлю под видео, в общем, будут какие-то ссылки, я не доставлю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и раз мы начали с костюмов, давайте я сразу покажу ребенку своему, Данечке я купила тоже костюмчик, искала какой-то интересный костюм, пока не нашла, еще буду проходиться по магазинам каких-то, но нашла в детском мире, в общем, да. Мне понравился этот костюм, единственное, что у них как-то странно было, вот брюки, смотрите, брюки, да, и кофточка вот такая вот. Это одна серия, в смысле, это комплект, да, но оно не комплектом продается, а отдельно брюки, отдельно вверх. Странно то, что брюки, например, на разный размер есть, и 92, и 98, и 110, 116, и 122. Я взяла нам размер 110 хорошо подошли, а кофточка под них начиналась со взрослых, 128, поэтому у нас получается, что брюки ему прям вот как раз, да, чуть-чуть там, ну, чуть-чуть побольше взяла, но они прям идеально ему сейчас сидят. А вверх, получается, что у него, как у мамочки, оверсайз, как она любит, да, но, в принципе, неплохо сидит, немножко тут как-то воздушно, да, но мне нравится, мне нравится этот костюм, я тоже люблю ребенку, чтобы там не выдумывать сильно, что одевать. Взял костюм, и все, внутри брючки с начесом, 899 брюки стоили, и 899 рублей кофта, отлично, то есть 1800 где-то получается костюмчик, мне нравится. Зашла в спортмастер, в спортмастере ничего интересного не нашла, там вообще очень маленький выбор на деток, ну, в общем, в детском мире там много, много костюмов, таких толстовок, свитшотов и брючек можно подобрать, но мне только вот этот понравился, так что я буду еще искать ему потом костюм. А вообще мы зимой ходим, у нас вот есть куртка, да, теперь уже две зимние куртки, одна такая зелененькая, болотная, вы, может быть, видели, в Васильке заказывала. Одна у нас куртка H&M желтенькая, то, что я в Бельгии ему покупала, и пока что оно все по размеру хорошо, получается мы одеваем только зимние теплые штаны на зиму, да, и все, настолько они теплые, что даже колготки, я ему там ничего такого, ну, штаны там, не знаю, в лютый мороз там надо одевать. И в основном верх толстовочки у меня, то есть вот таких толстовочек еще можно купить, а эти брюки, они только вот сейчас на осень, и у нас как бы еще есть такие брюки, да. Понятное дело, ребенку, я себе там три костюма, например, покупаю, ребенку один костюм покупаю, потому что он быстро все убивает, очень быстро все пачкает, то есть мы вышли на улицу, он там просто, это горка, это на коленях ползание по камушкам всяким разным, лужи, грязь и так далее, поэтому покупать какие-то дорогие вещи, да, я еще считаю, что это нецелесообразно ребенку, вот когда он начнет беречь одежду, да, хотя бы на два сезона она ему будет, тогда я буду уже выбирать более дорогую одежду, более бренды какие-то ребенку. И вообще хорошо бы, чтобы он еще разбирался во всем, ну реально ценил одежду, вот когда будет разбираться, тогда. А сейчас пока что можно в детский мир пойти, какие-то прикольненькие вещички взять, да, и как бы один сезон и убилась вещь. Ой, какой красивый костюм! Милочка, тебе нравится костюм, Дэнни? Милочку погладь, зайка. Ей нравится костюм, скажи спасибо, Милочка. Мне тоже кажется, у меня классный костюм, да? Мамка угадала. Нравится? Ну все, раздевайся теперь. У нас еще будет обувь впереди, я себе купила три пары и Дэнки купила тоже, Дэнки одну пару. Так, еще одна моя супер классная находка я решила взять, это вот такой вот худи, такого прекрасного розового цвета фуксия. Этот цвет уже, я помню, что не первые сезоны, не первый год, он достаточно актуален всегда, и модницы, фэшн-блогеры всегда говорят привносить вот что-то, такой цвет в свой гардероб. Они много каких-то цветов говорят привносить в свой гардероб, да, сейчас небесно-голубой такой модный. Я себе заказала костюмчик, там один, не скоро он еще придет, заказала там с Алиэкспресс, по-моему. Но этот цвет мне очень-очень идет, и этот цвет я очень-очень люблю. Я считаю, что на зиму или на осень, в основном, вы как видите, у меня преобладает черный, бежевый, серый цвет, что-то привнести такое будет очень круто. Поэтому я когда увидела в Бершке, я взяла 1999 рублей стоит. В прошлый раз я свитер хотела купить, но не купила, купила другой какой-то, я уже его отдала, свитер, который я купила. Если бы я тот купила, тот был такой мощный, фуксия, обалденный, я бы его и сейчас носила. Но пришла толстовка, и это хорошо, потому что толстовка, она как бы внутри с начесом, но капюшон без начеса, да. И это хорошо, чтобы вот эти все начесики, они не лезли вам в лицо, да, и более комфортно чувствовать себя, прикосновение к телу. Короче, она мне понравилась, я ее взяла, и, по-моему, она что-то у меня испачкалась чуть-чуть, ее надо постирать. Да, я ее уже носила, и, по-моему, даже видео снимала, и вы наверняка видели. Короче, для меня эта находочка классная такая штука, мне даже спрашивал уже кто-то, где взяла. А я взяла ее в Бершке, это новая коллекция. Еще совсем забыла про футболочку, которая на мне. Не, да, это Reserved, да, правильно мы называем, или Reserved, до конца еще не понимаю, но особо я и не выясняю, честно говоря. Лучше я два варианта скажу, вы выберете, какой вам больше понравится. Короче, да, это купила я вот в этом магазине, повторяться не буду. Мне очень нравится расцветочка, мне очень нравится принт, который здесь, мне очень нравится эта актриса, ее образ в Дьявол носит Прада. Это вот коллекция, да, то есть она даже там на бирке была, Дьявол носит Прада. И я, кстати, да, вот это видео я уже переснимаю, поэтому здесь, если бирки остались, то вы их увидите. Но ничего уже, ни распаковки, ничего не осталось, потому что я сняла это видео, и у меня некоторые файлы опять там, что-то с ними произошло, и я это видео переснимаю для вас. Вот. И эта футболка мне еще понравилась, смотрите, у нее какое необычное окрашивание, видите? То есть она сделана под джинсу как будто. Серебряные надписи, вот так вот, классный принт. Она такая широкая, это размер XS на мне, чтобы вы понимали, да, немножко оверсайзом свободненько идет, такая длина хорошая. И брюки у меня, кстати, вот джинсы, да, они как раз-таки вот такие черные и вот такие потертые, то есть идеально сюда. И под мои новые кроссовки, супер-пупер, вы увидите их тоже здесь. Не помню, сколько стоит эта футболка, по-моему, рублей 600 или 700, то есть 599 или 699, я точно не помню. Ну, а она была одна у нас в горизонте, да, и больше не было, поэтому я ее взяла, какая есть размером, и оказалось, что замечательно, короче. Мне она очень нравится, я вообще люблю такие вот футболки черные с каким-то таким принтом, она будет ходовая, пока я ее не убью. Следующая покупочка, это у нас, наконец-таки, я приобрела себе авиатор. Я искала себе классический авиатор, ой, как сразу лицо мое забелилось, убрать надо немножко черноты с фона. Это, короче, классический авиатор. Чем он мне понравился, я обошла, опять же говорю, много магазинов. Я искала авиатор, который будет мне комфортно сидеть для меня, чтобы он был мягкий, чтобы руки гнулись, гнулись комфортно, да. В основном, Zara, куда я еще ходила, Bershka, везде, где вот в таких маркетах, да, в масс-маркетах продается вот этот авиатор, он везде какой-то грубый. Да, может быть, оно и смотрится интересно, когда ты просто одел и стоишь, сфотографировался. Вроде неплохо так, да, жестко смотрится на тебе, но если ты начинаешь это уже носить, поднимать где-то руки, застегивать, что-то еще под низ одевать, это вообще некомфортно, это очень тяжело. О, я чувствую себя как будто на мне, я не знаю, что вообще одета. И как бы модно это не было, я не могу это носить, да, как бы это базово не было, да, тут же скорее базовый гардероб относится. Как бы это не было реально вот так вот базово и актуально, да, в наше время, не могу некомфортные вещи носить. Но я почему-то в голове держала, что можно найти какое-то хорошее, да, мягкое, я верила в это. И я нашла два места, это Stradivarius и Pull&Bear. В Stradivarius эта вещь стоит 7000, в Pull&Bear 5500. Они примерно одинаковые, они мягкие, все то же самое, даже мех похоже. Единственное, что здесь, видите, пряжечка такая вот идет, застегивается прям такая классическая, да. А в Pull&Bear там по бокам вот такие пряжки просто, а здесь идет змейка полностью. Еще большой плюс здесь в Stradivarius, то, что здесь змейка, вы видите, она не бросается, молния, да, она не бросается в глаза, она какая-то серебристо-черная. То есть это не привязка к серебру или к золоту. Те же самые сережки, можно серебряные или золотые одеть. Те же самые костюмы с какими-то аксессуарами, да, сумка с какими-то вот этими, ну вы поняли, да, железными вещами. То есть нет привязки к цвету металла. И это для меня тоже большой плюс, потому что иногда бывает прям диссонанс идет, когда у тебя серебристый здесь замок, а в основном на авиатрах везде серебристый замок, золотого я даже не встречала. Я взяла размер M, опять же, но S прекрасно сидит. Он сам по себе сделал немного оверсайзом, он сидит хорошо S, но просто, чтобы позаботиться о себе, если вдруг я захочу одеть какой-то объемный свитер, а у меня такие есть, чтобы я чувствовала себя комфортно и не скована, чтобы не было уже ощущения впритык, я взяла все-таки M. Не сильно они прям так отличаются, что прям M одеваешь, она огромная, нет, вот L-ку одеваешь, уже чувствуешь, да. А S-ка и M-ка, они вот немного рядом, поэтому я решила взять чуть-чутка побольше. Стародеваюсь. Полностью довольна, мне нравится, посмотрим, как будет носиться. Я заходила в Снежную Королеву, цены там начинаются, я не знаю, со скидкой тысяч 40, 40, 45, 50. Но я не знаю, как я буду носить эту вещь, на самом деле, решила пока что не брать натуралочку себе. Ну и вообще как бы натуралочка, да, с одной стороны хорошо, тепло натуралочка, а с другой стороны как бы искусственный мех, тоже хорошо. Вот, тем более сейчас больше, я смотрю, предпочтение модницы, да, отдают все-таки искусственным каким-то материалам и кожи, и меху. Вот, и оно ничуть не хуже. Ну, в общем, время покажет. Пока что я довольна покупочкой и вам рекомендую. Можете также, если кто-то хотел авиатора, сравните с другими магазинами. Действительно, большинство очень жестких и тяжелых авиаторов. Продолжение следует... Продолжение следует... Следующее, мы приступим к обуви. Итак, первое, зачем я вообще гонялась, это за кроссовками. Я себе очень сильно хотела купить кроссовочки. Обходила все магазины и, в конце концов, я нашла... Та-дам! Это Armani Emporio. Да, смотрите, какие они классные, они немножко грязноватые, потому что я уже сразу... Я, честно говоря, знаете, да, что я не ношу вещи, пока не сниму много видео. Но здесь я не смогла их не носить. Они очень удобные. Они сразу уже, когда я их померила в магазине, они мне очень понравились. Во-первых, они крутые сидели. У них очень удобная колодка, у них обалденный подъем. То есть я себя чувствую, опа, выше, сразу ноги длиннее, понимаете? И при этом это кроссовки. Кроссовки это моя любимая вообще обувь, любимая. Я бы, наверное, все даже бы вот... Если бы мне сказали, выбери кроссовки... Выбери кроссовки. Выбери обувь, которую бы ты носила, а все остальное выкинуть. Это кроссовки, однозначно. У меня их много, я их люблю, и у меня не было черных. У меня... Ну, нет, у меня были одни черные, которые я, опять же, в Бельгии покупала. Это, кстати, скетчерсы. Но они идут с привязкой на золотую фурнитуру. И как бы... Ну, и что-то со скетчерсами, что-то... Что-то... Какая-то любовь проходит. Знаете, любовь прошла. И вот я искала, что это такое. Еще приятный, приятный бонус для меня. Я их покупала у нас в Горизонте в магазине. Стоят они 19 800. И как я была приятно удивлена. Когда я обычно, да, после того, как я купила что-то, я иду потом, значит, в магазины онлайн. И смотрю, сколько же там цена. Не переплатила ли я или еще что-то. На официальном сайте Armani они стоили 26. На Farfetch они стоили где-то там, по-моему, 24. И еще какой-то магазин. То ли La Moda, то ли что-то типа того. Короче, они тоже там стоили 23. И я была удивлена, что у нас в магазине... В официальном магазине, да. Я, то есть, получается, я еще их приобрела намного дешевле. Субтитры сделал DimaTorzok Вот теперь я их ношу. И, как видите, вот футболочка моя, кроссовочки. Супер-пупер. В общем, посмотрите, как смотрится. Далее я купила себе вот такие вот сапоги. Эти сапоги мне понравились. Это фирма King Boots. King Boots. У них натуралочка внутри. Теплый мех вот такой вот белый, да. У меня нет белой обуви, но я люблю, я люблю. Я хочу себе белую светлую куртку. Ну, у меня есть одна лыжный костюм. У меня есть там белая куртка, фиолетовые штаны. И вот идеально туда будут вот эти белые сапоги. И я давно себе хочу. У меня были сапоги Adidas. У меня были Adidas Original. Белые сапоги. Они чем-то похожи. Они тоже вот так вот были сделаны. Ну, они немного другие. Конечно, там вообще дизайн круть-путь. Эти более попроще, да. Ну, у меня их свистнули в свое время. Я за ними очень скучала. И вот эти, когда увидела, мне они очень понравились. Они очень удобные оказались. Очень классные. На Allomoda можно такие найти. У меня размер 39 я взяла. Вот эти, да. Потому что зимние обычно там, где мех. Я беру чуть-чуть побольше. Вот. Они у меня отлично сели. В общем, посмотрите, как смотрятся. Классно. Мне нравится. Натуралочка внизу. Легко вот это все будет мыться здесь, да. Кожа, кожа натуральная. Натуральная, не натуральная, не знаю, короче. Если я читала, то я уже забыла. Вот. А вот здесь такая ткань, которая там не промокает. И такое все. В общем, с нее очень легко можно будет смыть. В общем, вот такие белые сапожки. И приобрела себе вот такие вот еще. Вообще, они мне напоминают Уги. Да. Мне очень понравились. Вот. Я люблю вот эти вот все. Вот эту вот фурнитуру такую жесткую, да. У меня такие есть осенние. Но я решила взять еще и зимние. Они мне Уги напоминают. На самом деле, это ботинки. Женские ботинки. Травалина. Вот. Но очень комфортные, удобные. В общем, когда я их померила, они мне очень понравились. И я решила, что под моего авиатора они будут идеальны. Идеально. Единственное, я переживаю, что они коротковатые. Наверное, если будут сугробы высокие, то у меня будет все туда внутрь запихиваться. Да. Об этом я не подумала. Но мне они понравились. Я их взяла. Вот. Посмотрите, как они на мне сидят. Травалина. И денечки. Денечки я взяла тоже в детском мире. Вот такие сапожки. Смотрите. Чем-то, да? Вот мой дизайн. Кроссовок там, да? Мне понравилось, что они, смотрите, они здесь тоже ткань такая, которая, я думаю, не промокает. Здесь просто отстегивается. Вот так одевается ножка. Он туда прям залетает. Размер 27 взяли. Мне нравится белая подошва. Черная, как бы все здесь, да? Немножечко зелененького. Как раз там зелененькое чуть-чуть есть у нас на костюме. И все. И залепляется очень, ну, как бы, легко. Такой мех там белый. И цена 2,400, по-моему, у них. 2,399. Ну, 2,400. 27. Там оставалось вообще пару коробок таких 27-го размера. И нас как раз вот 27. Вот уже мы берем 27. Ему понравилось, кстати, с Денечкой уже намного проще ходить по магазинам. Он уже реально меряет, крутится, что-то там мне нравится. А раньше он там что-то, новую обувь какую-то одеть. Он, нет, нет, мне приходилось его подкупать конфетками, чтобы он померил. На обуви у Дени, кстати, прочитала, что подкладка у нас 80% шерсть, 20% полиэстер. Вот. Ну, а сверху текстиль и искусственная кожа. Еще от бабушки прилетели к нам маечки Денечки. Вот такие серенькие. Вот. Это она нам подарила. Вот еще 2 майки. Они одинаковые. Это по дому ходить. Я прям люблю. Белые, серые. Класс. Поскорее его уже выкинуть, все эти цветастые, которые остались. Ну, просто их надо заменить, потому что я дома. У меня Денька ходит в трусиках свободненьких, да, и в маечке. Это его любимая одежда. Я иногда носочки одеваю, потому что я сейчас еще не сильно включила отопление у нас в квартире. Вот. Такое. Чтобы чуть-чуть прохладненько было. Вот. Так что, бабуля, спасибо за маечки. Так, ну и последнее. Последнее. Это тоже Армания. Но Армания Эксчейндж. Это более спортивная линейка. Эмпория классическая такая, да, у них линейка. Разные магазины. А это более спортивная. И именно здесь, так как я во многие магазины заходила... Что там происходит? Во многие магазины заходила, искала какую-то шапку. Я хотела, девочки, просто черную шапку. Просто хорошего качества. И чтобы бренд сильно не выделялся. То есть, не было, знаете, там Армани здесь, да, или там, что там, Томихельфигер. Не нашла, короче. Я заходила во все эти бренды. У нас вообще есть в горизонте одна линия, да, где все эти бренды представлены. И нашла я только вот здесь. В Эксчейндж нашла шапку, которую я хотела. Потом я посмотрела на сайте. Хотела, думала, заказать. Шапка эта стоит 6,990. Да, 6,990. Прежде чем ее купить, все-таки зашла на сайт. Подумала, для шапки, наверное, 6,990 дороговато, наверное, да. У меня так бывает иногда. Вот. Иногда бывает, я жалею деньги, иногда не жалею. Вот странный такой момент. Ну, мне показалось, для шапки, наверное, это дороговато. Зашла на сайт. Ой, она у меня на духанина. Так пахнет аж. Кайф. И посмотрела на сайте, на официальном она стоит 6,250. Но доставка стоит 1000 рублей. Получается 7,250. И еще 2-3 недели ждать эту шапку пришлось бы, да. Я подумала, ну, пойду я лучше и куплю ее тогда. И не буду ждать. И даже дешевле выйдет, если заказывать. Больше я этих шапок нигде не нашла. Ни на Ла Мода, нигде-где-где. Поэтому пошла и купила. Вот так вот она сидит на мне. Мне нравится. Я люблю. Вот когда здесь торчит, ничего, сильно вот этот знак не выбивается. Просто такой, знаете, поблескивает. В общем, вот такая шапочка мне нравится. Ну, под мой стиль как раз все замечательно. Вот. Что касается моих покупок, что еще мне осталось купить? Я вам говорила, я хочу себе сумку серебристую, либо рюкзак. Но сумку почему-то серебристую я присматриваю маленькую. И сейчас думаю, что, наверное, маленькая сумка не будет актуальна. Ну, как бы красиво, да, вообще смотреться под какие-то громоздкие вещи, да. Она будет меня, наоборот, увеличивать. Надо какую-то сумку побольше. Либо же это будет рюкзак. Нашла ГЕСовский рюкзак. Прикольненький. Сразу его не купила. А на следующий день, когда пошла в магазин, его уже не было. В... Как называется магазин? В рандеву. В рандеву я его нашла, да. ГЕС, кстати, у нас магазина уже в Ростове нет. У нас его закрыли. Распределили, я так поняла, вещи. В культ товары пошли какие-то вещи. Я думаю, что и в рандеву какие-то вещи пошли. Так что ГЕС у нас официального магазина, я так понимаю. Простой вообще теперь нет. Надо еще этот момент изучить, но в горизонте точно нет. Носки. Носки уже вот в Юниклоу я беру. Носки высокие. Да, вот две пары уже осталось. Одну пару я вытащила. Это вот вы смотрели предыдущее видео. Когда мне не сняли тут бирку, мне пришлось ехать, в общем-то, снимать все это. Носки хорошие в Юниклоу я беру. Деньки я беру всегда носки в H&M. Мне нравятся вот такие носочки. У них очень хорошее качество. Это, по-моему, единственные носки, которые можно стирать много раз. И они все равно хорошо себя чувствуют. То есть пока они не станут маленькие, можно их не выкидывать. А часто очень носки, катышки и все такое. В H&M мне нравится. Еще я купила вот, не помню в какой магазин я заходила. И купила себе вот такую бриту. Смотрите, какая она прикольная. Маленькая. Мне понравилось. Тут 4 лезвия. Давайте вместе откроем, посмотрим. Такую маленькую просто я еще не видела. У меня тут все, да? От вещей до бритвы. Ой, она даже в каком-то чехольчике. Блин, в каком магазине я ее купила? Скажите мне. Я не помню. Вот в таком чехольчике она. Это очень клево там с собой в поездку брать. Вот такая она маленькая. 4 лезвия. Прикольная. Тут просили конина. Здесь меняются лезвия вот так вот. О, легко. Вот так. Ну, ее тестить даже не надо. Я думаю, что она классная. Она реально удобненькая. Сейчас вам еще раз покажу коробочку. Не помню, где брала. И самое интересное, я не помню, сколько она стоит. Вот, смотрите. Фрелия называется. Блин, ну может быть, это лента была. Куда я хожу? Это либо лента в пятерочке вряд ли. В Ашане. Я там, мне кажется, давно не была. Хотя, возможно. Ну и все. Так что, имейте в виду, кому интересно. Все, мои хорошие. На этом мои покупочки все закончены. Я вас люблю. Целую. Пишите в комментариях, что вам понравилось больше всего. И прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok